Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря очень важный релиз – данные по инфляции в США. Будем анализировать эту статистику в 13.30 по GMT. И также сегодня состоится несколько выступлений чиновников Федрезерва Логана Вильямса, которые, конечно же, дадут свою оценку изменению монетарной политики и перспективу этих будущих решений американского регулятора, касающихся ключевой процентной ставки. Ну, честно говоря, это вряд ли будет резонансная риторика, которая привнесет что-то новое. Но все равно это будет выступление уже после выхода данных по инфляции. Возможно, что-то и изменится в их формулировках и, может быть, акценты на то, что Федрезерва в текущих условиях, в принципе, и не стоит сильно торопиться с тем, чтобы и дальше снижать ключевую процентную ставку. Индекс доллара текущей котировки 105.90. Уже, друзья, апрельским максимумом мы рассчитывали на то, что победа Трампа, учитывая его реформаторские порывы, его предвыборные инициативы, будет хорошим бэкграундом для того, чтобы создать условия для укрепления американской валюты. Сейчас это уже отметки, которых мы не видели даже после того, как на рынок пришла новость о победе Трампа. Рынок по-прежнему заряжен идеей того, что Трамп развяжет торговые войны. Это будет стимулировать потенциальное увеличение инфляции за счет роста импорта и заставить Федрезерва, опять же, вернуться к вопросу того, сколько раз и нужно ли вообще дальше снижать ключевую процентную ставку. Кстати, друзья, вопрос вам, как вы думаете, изменится ли что-то с политикой Федрезерва при Трампе? Ну, я, конечно же, делюсь своей субъективной точкой зрения, но, может быть, среди вас есть те, кто абсолютно уверен в том, что политика Трампа не повлияет на действия Федрезерва, который остается независимым институтом. И ФРС как, собственно, снижал ставки, так и будет делать это и дальше. Когда мы разбирали влияние политики Трампа, так называемые экономические последствия, этих пошлин, тарифов, мы всегда говорили о возможных последствиях для мировой экономики, этих торговых войн. Но мы обходились стороной миграционную политику. Я думаю, что это не совсем правильно, потому что это тоже очень важный аспект будущих действий Трампа, тем более, что он хочет действительно создать большее количество рабочих мест, прежде всего для американцев. А для того, чтобы это было возможно, есть только один вариант, собственно, депортировать мигрантов и высвободить те рабочие места, которые сейчас ими занимаются. Если такая тактика будет реализована и пойдет до самого конца Трампа, то, соответственно, в американской экономике высвободится примерно 7,5-8 миллионов рабочих мест. Работодатели останутся без работников. Звучит вроде бы как на абсолютных значениях здорово, будет больше рабочих мест, соответственно, занятость таким образом должна вырасти. Но, честно говоря, не так. Потому что даже сейчас в американской экономике есть свободные вакансии. Общим количеством, скажем так, 7,5 миллионов баррелей. Если мы, точнее, 7,5 миллионов человек, если мы к этому показателю добавим вот эти потенциальные ресурсы, которые еще высвободятся, пусть это даже будет 5-6 миллионов, то показатель превысит 12 миллионов открытых вакансий. И чтобы вы понимали, в 2022 году, когда была похожая картина, это наследие ковида, инфляция заработной платы составила 6%. И в целом показатель индекса потребительских цен ушел к двузначным уровням. Это, в принципе, логичная реакция рынка на то, что происходит именно с ключевыми показателями занятости, потому что работодатели начинают конкурировать за каждый свободный ресурс, который есть на внутреннем рынке. Я думаю, что это дорога к очень плохому, друзья, концу. И отсюда нужно понимать, что миграционная политика Трампа тоже представляет колоссальный риск для разгона инфляции. Если мы говорим про высокие показатели инфляционного давления, то они никак не могут быть торжественны с тем, что американский регулятор снижает ключевую процентную ставку и смягчает монетарный режим. Сегодня, кстати, выйдут данные по инфляции. Мы ожидаем, что в прошлом месяце индекс потребительских цен вырастет с 2,4% до 2,6%. И чисто теоретически при росте инфляции вероятность дальнейшего снижения ключевой процентной ставки может начать снижаться. И потенциально на этом фоне доллар, скорее всего, получит дополнительную поддержку. Золото 2608 долларов за тройскую концу минус почти 200 долларов с локальных максимумов, которые мы наблюдали две недели назад. И эти локальные максимумы, теоретические максимумы. Я в коротких позициях, друзья, уже комментировал свои сделки, делаю большой акцент на укрепление доллара и рост доходности американских облигаций. Сантимент, в принципе, такие же значения сейчас 60 на 40. То есть по-прежнему не то чтобы прям совсем явное подтверждение толпы, но 60% все-таки существенно больше, чем 40. 60% трейдеров находятся в длинных позициях. И пока я спокойно держу эту короткую позицию и жду, что золото уйдет, закрепится ниже 26,00. Евро против доллара 1,0620. Рост инфляции в Германии не стал причиной их повышенного спроса на евро, потому что участники рынка сейчас в меньшей степени фокусируются на будущее решение Европейского центрального банка, касающиеся ключевой процентной ставки, ориентируясь на данные фундаментального фона национальной макроэкономической статистики. Потому что всем понятно, что если торговой войне быть, то ЕЦБ будет вынужден хоть как-то стимулировать экономический рост и, конечно же, снижать ключевую процентную ставку. При снижении ставки евро будет испытывать еще больший прессинг. Торговые войны, их риск мы обсуждали, сейчас он вышел на совершенно другой уровень, потому что стало известно, что Трамп хочет взять в свою команду Роберта Лайтхайзера, который как раз и занимается вопросом внешней торговли и имеет довольно жесткий взгляд на какие-то меры, которые можно принимать в отношении стран, особенно с профицитом торгового баланса. И в этой связи, я думаю, что Европа действительно окажется в очень затруднительном положении со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями для евро. Добавляем сюда еще политический кризис в Германии, голосование по вотому доверия в конце этого года и, скорее всего, новые выборы в начале следующего тоже будет вряд ли оказывать поддержку европейской валюте, поэтому ждем снижения пары евро-доллара ниже уровня 1,05. Пара фунт-доллар 1,2740. Данные по рынку труда ввалили британскую валюту, тоже как мы рассчитывали, прогнозировали и ожидали. Сейчас уже следующая цель 1,27 и ниже, в конце этой недели еще выйдут данные по ООП. Я думаю, что в целом при таком рынке труда, скорее всего, статистика будет все хуже и хуже, друзья. Доллар канадец 1,3952 на фоне распродаж на рынке черного золота и на фоне укрепления американского доллара. Путь вверх по-прежнему открыт и уже 48 пунктов остается до нашей цели. Друзья, скоро туда придем. Доллар иена 154,85. 15 пунктов до нашей долгосрочной цели 155 йен за доллар. После выборов специальной парламентской сессии в Японии ИСИБО, новый премьер-министр, теперь будут заключаться политические союзы. Я думаю, что на текущем этапе трудно сказать, как новоиспеченная власть, пусть и объединенная либераль-демократическая партия с оппозицией повлияет на действия Банка Японии. Но на мой взгляд, я абсолютно уверен, что в текущих условиях, когда рынок не знает, как вести себя будет трамп в отношении торговых партнеров, вряд ли Банк Японии будет создавать какие-то дополнительные препятствия, ужесточая национальную монетарную политику. Поэтому 15 пунктов, друзья, точно рынок нам еще даст. Там уже зафиксируемся, будем искать дополнительные точки входа. И рынок нефти 72 доллара за баррель. По-прежнему пессимистичный взгляд на показатели спроса со стороны китайской экономики. ОПЕК, собственно, уже четвертый раз подряд, это произошло буквально накануне, понизил прогноз роста спроса на нефть на этот год до 1,82 миллионов с 1,93 миллионов. Я думаю, что это еще не финальная оценка. И по факту в конце этого года мы увидим совсем скромные значения. В этой связи 70 долларов за баррель, как было неделю назад, так и остается лично моей целевой отметкой на ближайшей торговой сессии. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего торгового дня. Всем пока!